здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадьевна я учитель химии сегодня мы с вами продолжим решать задачи на смеси но посмотрим теперь на смесь немножко под другим углом дело в том что не всегда смесь рассматривается как состоящие из чистого вещества и примесей на самом деле очень часто смеси состоят из конкретно известных компонентов и тогда задача может решаться с нахождением например доли компонентов и так тогда для нахождения доли компонентов рассматривается следующий форму массовая доля например компонента а который находится в смесь это будет отношением массы компонента а на массу смеси которая может состоять из компонентов а b c и так далее на сто процентов существует объемная доля компонента газового а тогда это будет объем компонента а на объем смеси которая может состоять из а b c и так далее компонентов газообразных и если эта смесь состоит из конкретных веществ существует еще понятие мольная доля она обозначается буковкой мю и тогда она является отношением количество моль компонента а деленное на количество моль компонентов смеси если вы посмотрите формула практически очень похожи на то что мы видели когда решали задачи только на примеси и так решаем первую задачу которая будет рассматриваться как задача на смесь к нам данной следующие компоненты нашей задачи и так дана масса смеси состоящая из двух металлов алюминия и меди так масса этой смеси дана по условию 20 грамм на эту смесь подействовали соляной кислотой в результате выделился газ водород при нормальных условиях и его объем равен 6 72 литра и в этой задаче нас просят найти а сколько приходится на массовую долю компонента меди в этом сплаве в этой смеси и так с чего будем начинать решать задачу дело в том что нам известно что эту смесь обработали соляной кислотой поэтому начинать мы будем с уравнение реакции и так первое уравнение давайте составим для алюминия алюминий плюс ашфлор для того чтобы определить пойдет эта химическая реакция или не пойдет нам нужно посмотреть в ряд активности металла в нем мы увидим что алюминий стоит в ряду активности до водорода а значит он соляной кислотой будет реагировать обязательно в результате реакции произойдет замещение алюминий замещает водород получается хлорид алюминия и газ водород если такую реакцию провести например в конкретных условиях вы будете замечать появление пузырьков газа водорода который можно собрать и доказать что это водород поднеся горящую спичку раздастся хлопок который доказывает что это газ водород уравнение должно быть приравнено и так перед формула ашфлор давайте поставим коэффициент который является наименьшим кратным чисел 32 это будет 6 тогда перед формулой водорода 3 перед формулой алюминий хлор 32 и к алюминию 2 и так первое уравнение написано немножко отступи место и перейдем ко второму уравнению купрум плюс ашфлор а теперь давайте посмотрим где стоит медь в ряду активности мы обнаружим что медь стоит сразу после водорода и тогда медь ни при каких условиях никогда реагировать соляной кислотой не будет и не может потому что металлы стоящие за водородом реагировать не будут с кислотами за исключением особых кислот в нашем случае медь не реагирует тогда не сложно догадаться что вот этот объем 6 72 литра он появился только из реакции алюминия соляной кислотой тогда первым делом давайте переведем водород от объема в моле работает формула в деленное на в получаем 6 72 литра делим на 22 и 4 литр на моль и получается что водорода выделилась 0,3 моль теперь эти 0,3 моль мы подставим над водородом сверху это его данные а под водородом подпишем 3 моль я напоминаю что эти три моль мы взяли из состоящего коэффициента перед формулой водорода тогда алюминий будет неизвестен в этой реакции 2 моль снизу ну а сверху x моль решая несложную пропорцию x2 как 0,3 к 3 мы получим что x у нас будет равен 0,2 моль значит на алюминий в нашем сплаве приходится по молям 0,2 моль но нас то интересует массовая доля меди значит тогда дальше давайте мы для алюминия найдем его массу в этой смеси работает формула малярная умножить на нему и значит 0,2 моль мы умножим на малярную массу алюминия найдем ее из периодической таблицы 27 грамм на моль и получаем что в этой смеси у нас пять целых четыре десятых грамма приходится именно на алюминий а сколько тогда приходится на медь тогда масса меди ну давайте посмотрим 20 грамм это вместе алюминий вместе с медью значит тогда из 20 мы отнимем 5 и 4 грамма и получаем 14,6 грамм приходится на медь а следовательно теперь мы можем найти и массовую долю меди в этой смеси работает формула масса компонента на массу смеси тогда 14,6 грамм мы делим на 20 грамм и в процентах очевидно это будет 73 процента все задача решена значит посмотрите вот в этой задачи у нас работает такой прием есть в этих задачах на смеси когда в этой к в этих компонентах смеси один реагирует 2 не реагирует очень часто задачи на смеси работают именно по такому принципу но бывают и другие задачи так решаем вторую задачу вторая задача с нам известна масса известняка кальций co3 но вы знаете очень часто здесь находится в виде примесей например оксид кальций или наоборот я могла бы сказать у нас есть оксид кальций в котором есть примесь кальций co3 но в данном случае все компоненты смеси нам известны и так наша смесь 15,6 грамм затем эта смесь обрабатывается также соляной кислотой и известен выделяющийся газ газ co2 на долю которого приходится 224 литра условия нормальные и на спрашивают по задаче а чему равна массовая доля оксида кальция и так с чего начнем начнем с уравнение реакции первое уравнение реакции составе давайте ну для кольцо кольцо плюс ашло идет реакция обмена происходит образование соли кальций хлор 2 и очевидно воды то что в реакции обмена будет выделяться вода признак необратимости нужно приравнять кальций по одному водорода здесь один здесь два значит передашло двойка хлора 22 кислород по одному но давайте посмотрим что в этом уравнении реакции никакого газа не выделяется co2 здесь нет значит поэтому уравнение реакции мы что-либо найти сразу тем более найти не сможем итак следующее уравнение кальций co3 реагирует с ашфлор а эта реакция возможно также так как соляная кислота более сильная кислота и в результате реакции образуется все тот же хлорид кальция образуется h2 co3 угольная кислота но эта кислота не существует в эту кислоту можете наблюдать в любом газированном напитке когда мы открываем бутылку с газированной водой например мы обнаружим выделение углекислого газа и воды вот откуда взялся углекислый газ который упоминается в нашей задаче но соответственно дальше нужно приравнять кальций по одному хлор один здесь два значит передашло 2 водорода 22 но и кислорода соответственно 3 все уравнение приравнено откуда же взялся co2 вот он co2 а значит через co2 мы можем найти сколько в этой смеси нашей кальций co3 так снизу подпишем 1 0 под кальций co3 и 1 0 под co2 переведем моли co2 и так 224 литра мы делим на малярный объем 22 и 4 литра на моль значит углекислого газа у нас соответственно будет 010 подставляем 010 на co2 но соответственно от кальций co3 мы подпишем x муль пропорция очень простая x к одному как 0 и 1 к 1 x очевидно будет равен 0,1 муль для какого вещества для кальций co3 но нам нужно найти кольцо поэтому следующим действием давайте найдем сколько масса кальций co3 и так малярная масса на нее значит 010 моль а кальций co3 у нас имеет массу считаем кальций 40 углерод 12 кислород 16 на 3 получаем 100 грамм на моль следовательно у нас в нашей смеси приходится 10 грамм над на кальций co3 а поскольку нас интересует кальций о то очевидно давайте найдем сколько же на кальций о то приходится для этого из массы смеси 15 и 6 отнимем массу кальций co3 10 и получаем 5,6 грамм кальцию но поскольку нас спрашивали о массовой доле то не сложно теперь найти и долю этого компонента смеси и так 5,6 грамм мы разделим на 15,6 грамм на массу смеси и на сто процентов и соответственно получаем 35,9 процентов значит на этот компонент приходится вот такое количество процентов и так сегодня на уроке мы выяснили с вами как решают задачи на смеси и в частности когда смесь состоит из известных компонентов то есть когда известно что входит в конкретную смесь тогда задачи такого типа является нахождение как правило процентного отношения в этой смеси сколько приходится на каждый из компонентов и именно такие две задачи мы с вами и решили на уроке ну а на сегодня у меня все до свидания ребята до новых встреч и и и и и и и и